Добрый вечер! Гомельскую область с рабочим визитом наведала группа экспертов Сусветного банка суместно с керавництвом Департамента по энергоэффективности Держстандарту Республики Беларусь. Делегация ознайомилась с деяностью широкого субъектов господарения в деле обмеркования реализации суместных проектов повышения энергоэффективности на предприемствах Гомельской области и в жилево-коммунальной господарции. Геравник представництва Сусветного банка у Республицы Беларусь Ян Чулким на посаде амаль два месяцы. За этот час он поспел наведать 22 предприемства нашей республики. У Гомеля он уже третий раз. И вот его первый визит на посаде геравника представництва Сусветного банка. Он присвеченный подробязному ознайомлению с промысловым потенциалом Гомельщины. У приватности замежных гостей текавили объекты, які займаются пытаниями повышения энергоэффективности и працуют на мясцовых видах палева. Мы реализуем целый ряд проектов. Это прежде всего проекты, которые касались большой энергетики. И мы начали новый проект 90 миллионов модернизации энергоисточников в жилищно-коммунальной сфере, работающей на биотопливе, то есть работающей на древесной щепе. Это будут 13 современных объектов, которые послужат, я надеюсь, дальнейшим примером для развития энергетики жилищно-коммунального хозяйства. У рамках визиту делегация наведала котельню жилево-коммунальной господарки Гомельского района, якая будавалася за сродки Сусветного банка. Сегодня она працует на мясцовых видах палева, дает тепло жилому фонду агрогородка Яромена и объектам социальной сферы. И при этом дозволяю два с половой разы экономить уживание природного газа. До речи, обсталевание, которое тут установлено, вырабляется на белорусско-французском предприемстве «Камконт», на яким делегация ближе познайомилася с вытворчастью сучасного котельного обсталевания на Бия-Палеве. Сегодня предприемство, якое працюе у СЭЗ, наладило сбыт Украины ближнего и дальнего замежа. Великое уражение у гостей выкликау визиту один и у республицы Гомельский областный музей энергозбережения. Завершающим этапом насыщенного рабочего визиту представников Сусветного банка стало наведывание предприемства у флагмана у Гомельской области. Гомсельмаша и Добрушского фарфорового завода, уходе якого гости познайомилися с продукцией, технологиями и обсталеванием цехов, а так само с наибольшезначными досягненнями по питаниях энергоэффективности у вытворчасти. В Всемирном банке у нас уже накоплен опыт позитивной работы с Гомельской областью. У нас были проекты, направленные на помощь области преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в особенности в сфере энергосбережения. Я считаю, что мы не должны останавливаться на этом, а должны дальше продолжать работу в этом направлении. Тамара Бялицкая, Сергей Негеревич, Сергей Лукашук. Телерадиокомпания «Гомель». У Гомелю будет вырабляться лепшая по якости белорусская пшеничная мука. Здарится это после того, как тут будет увиденную эксплуатацию галоны млын областного центра. Сейчас на городском комбинате хлебопродуктов завершается модернизация основной вытворчасти. Новое обсталевание позволит не только значительно снизить энергозатраты, но и начать выпуск продукции, запотребованный на внешних рынках. Учим переконалися, у Тымлику и наши корреспонденты. На территории центрального района «Гомеля» сегодня находится около 5000 субъектов господарения. Але комбинат хлебопродуктов – предприемство без перебольшения особливое. От его деяности у значной ступени залежит харчовая беспека краины. Все лета улик державного заказа тут приняли 35 тысяч тонн сборжа. Контроль за его якостью протягивается каждый день, але уже зараз можно стверждать, что все летний ураджай лепш за летошний. Дарыши до 80% муки буде поставлена комбинату хлебопродуктов для вытворчасти хлебобулочных выробов. Остатние реализуют с населенства прозгандлевую сетку. Мы заготовили достаточно пшениц третьего класса с хорошей клейковиной. И будем надеяться, что в работе она себя покажет хорошо. В прошлом году у нас был в основном четвертый класс, но с третьего мы не заготовили даже себе под плановую работу. А в этом году у нас в принципе вопросов нет. Гомельский комбинат хлебопродуктов предприемства со шмат годовыми традициями якости. Тут навыд свой лозунг иснуе – прибыток самое главное, але якость дорожей. И еще в 1971 году тогда млыновый комбинат был узнагороджен орденом прационного червоного стяга за укоренение новой передовой технологии. Правда, с того часу шмат чего изменился, и все лета тут проводят новую модернизацию основного млына. По вынику вытворча с муки высшейшего гатунку с каждого килограмма сборжа повеличится с 38 до 60 процентов. И это не один и плюс. Это нам позволит улучшить качество выпускной продукции, расширить ассортимент и самое главное – сэкономить средства. Сегодня энергопотребление нового оборудования в разы меньше существующего, которое у нас до этого было. На этом мы надеемся иметь прибыль. Яшэдна мыта, якая будет досягнута у вынику модернизации вытворчасти – повеличение экспортных поставок. Увуголе гомельский комбинат хлебопродуктов и сёння подставляет продукцию за межы краины, але ее ассортимент не вельми широкий. Молдова набывает житную муку. Китай – шалупиння грешки, якое выкарастовывается у пастельных приналежностях, бо оно снижает вельгодность и снижает насекомых. Але гэта явно не основная продукция предприемства. Это большой инвестиционный проект, который реализуется при поддержке нашего губернатора и Министерства сельского хозяйства. Результат реконструкции данной мельницы позволит добиться лучшей по качеству муки в Республике Беларусь. Тем самым обеспечить более качественной мукой и свой регион, и республиканский внутренний рынок, и замахнуться на хороший экспорт в Российскую Федерацию. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Дмитрий Радзянка, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомель» в гэтае дни з'ехаліся підеятры. Каля ста чалавек, каб обменяться в опытам павратаванні жыця у самых юных пацієнтаў. Сиро-дурачоў, колеги з США. Межнародный проект «Першасная реанімація новонароджаных» проходзіць не ў першы раз. У гэтым годзі абраны «Гомель». Тут, на базі обласной бальніцы, на протягу некалькіх дзён, спеціалісты будуть ўдасканалювать свае практичныя навыкі. «Первая минута жызни – это очі важно. Примерно ў 10% новорождённых є спеціфічкіе праблемы. Это праблемы з дыханням. Если обратить на них внимание, правильне і вовремя оказать помэч, то этих малышей можна спасти. Главна наша задача – это работать в каманде. І ў ваших врачей это получается». Усі врачы отрымаўць сертифікаты. Гэты документ дае права проводзіць падобныя трэнінгі ў тых клиніках, дзе працюе яго уладальнік. Гомельская група «Бифолк» отправляцца ў Воронеж на міжнародный фестываль молодых музычных коллектыва ў Расей і країн СНД «Фрэш Саунд». На протягу двух дзён наши землякі будуть прымаць ў дзел ў концертах, присвечаных Дню Горада. Дарэчы, сё лята вокалистка «Бифолка» Таісія Серыкова, а так сама выхаванка Светлагорской народно-эстрадной студии Ліра Деяна Промашкова, здоліли ў разі джуры популярнага украінскага шоу «Ікс Фактар». На рэпітиціях выканавца ў пабывала наш корэспандэнт Марына Сіверьянова. На грандиёзном музычным форумі Гомельскую область працтавяці толькі два творчая коллектывы «Бифолк» і «Васабі Джаз Бэнд». Дарэчы, вандроўнічыць з концертамі любімая справа гомельской групы «Бифолк». За пятнадцать гадо ўснавання меняліся і ёго состав, і ўмовы дзейнасті. Але галонум заставаўся фальклорныны керунок выканання. Звання народнага гэта пацваржае. Мінавіта народнае гучаня компазіція, ёе глыбеня і шыраць, уразіле журы глядачо ўкраінскага шоу «Ікс Фактар», на якім выступіла вокалістка «Бифолка» Таісія Серыкова. За дзень ў Києве журы праслухала каля трыцати пяти компазіцій. Песня «Туман ярам», якую выканала Таісія, увайшла ў пятёрку лепшых. Дзявчына співала пірадапошній. Эмоціі да момонту выхода на сцену дасягнули максимальнага напруження. Патрымка глядачоў і членів сям'ї надала сіл і да памагла ўвості ў шырах пераможцеў. У дзел ў такіх конкурсах складаўе выпрыбавання, прызнаецца Таісія. В конкурсах я участвала обычно редко. Своё творчество. Можт біць паэтаму і многі музыканты, каторые на самом дзеле очень талантливы, они остаётся неуслышнанамі і неузнанамі. З Гомеля наша здымочная бригада отправилася ў Светлагорск. Тут ў народной эстрадной студии Ліра займаецца яшы однаудзенецца популярного украінського шоу Дэяна Промашкова. Дванадцать годов занятка ў студии і зараз ёе музычные здольности вядомые далёко за межами Беларусі. У 2012 годі Дэяна у складі трыо «Дети Солнцев» вайшла ў финал проекта пісні для ёрабачання. Празгод заняла другое місце пасола вокалі і першая ў дуэці з Ягором Шаранковым на Межнародным фестывалі «Зямля под белыми крылами». Уділ у фестывалі «Золотая пчёлка» таксамы прынес гэтаму творшаму тандэму перамогу. І вось зараз феерычное выступлення на «Х-факторы» з композицією вядомой грузінськай співачкі Ніно Катамадзе. Дівчина пройшла ў другий тур конкурсу. А пакуль роліки з яя кавір-версіями вядомых композицій у інтернеті набірають десятки тисяч проглядов. На ютуб-канал Промашкової підписано каля десяти тисяч користальників. А прихільники її творчості навод створають фан-групи. Марина Сівір'янова, Сергій Лукашук, Валерій Гапанько, телередуя компанія «Гоміль». Сьогодні назван і новий уладальнік Кубка Беларусі по пожарно-вертавальнім спорці. Пераможцца визначився пасля двохдзённых споборніствів, які пройшлі на базі лицея при Гомільськім інженернім інституті Міністерства по надзвичайних ситуаціях. По яких критеріях визначали лепших, ведая Олег Синцюроу. Менш за місяць тому тут проходили споборніства по пожарно-вертавальнім спорці поміж командами Гомільській, Бранській і Чарнігівській областей. І вось тепер сюди знову приїжджають моцніші спортсміни. На протягу двох днів на базі лицея при Гомільськім інженернім інституті Міністерства по надзвичайних ситуаціях своє майстерство демонстрували преценденти на Кубок Беларусі. Споборніства такого узровню тут приймають не у першиню, а тому і організація відповідна. В 2009-м году вот эта база была построена і здана весною в эксплуатацию. Летом к нам на сбори приїхала сборная команда Республіки Беларусь по пожарному спорту. Они готовились к чемпіонату мира. Значит, потренировались. Очень їм понравилась сама база, само покрытие дорожек. Значит, і вони предложили і в календарь соревнований на следующий год було внесено проведення Кубка Республіки Беларусь по пожарному спорту в лицей. У судейським протоколі 9 команд от кожной в області і города Мінска, а так само столичного командно-інженерного і гомецкого інженерного інституту Міністерства паназвачайних ситуаціях. Лепших визначають по выніках двох видів споборниців. Гэта перадолювання сомметрової полосы з першкодами і падйом по штормовой лістіце выніки вельмі адрознюються. Нехто і до першого розраду не наближається. Нехто літерально у адным кроку от сусветного рекорду. Сьогодні зборна Беларусі один з лідерів у сусветному пожарно-вартовальному спорту. Кубок Беларусі для ведучих очінах спортсменів. Один з этапів підрахтовки да споборниців боч високого узровнім. Гомецчанин Владимир Стральченя, завершає уздім по штормовой лістіце з выніком 13.09, да сусветного рекорду не хапає 1,3 секунд. Але на цьому кубку ліпший вынік. Все елементи очень технічні і достатньо сложні. Неподготовленний спортсмен не выполняє ці елементи так, нужно і не покажет высокі секунды, тому що не тільки технічні треба бути готовим, але і физічно. С поборництву на Кубок Беларусі 2015 по пожарно-вартовальному спорту завершен. Геноровий приз у команди Гродзінської в області. Гомельчанин на цей раз тільки п'ятая. Олег Семцеров, Ігор Мариченко, телерадо «Компанія Гомель». І на гэтым випуск завершены. У студій працювала Наталья Ігнаценка. Усяго вам добрага і до нових сустречу ефіри.